Право поправить. В Челябинске обсудили, нужны ли поправки в Конституцию России. Как вы считаете, не назрело, а вам назрело? Как в Челябинске отнеслись к переменам в основном законе страны и какую поправку считают самой важной? Публичная казнь малого бизнеса Челябинскую Кировку очистили от киосков. Чтобы, опять же, это было вау. Чтобы это, например, если это не классика, чтобы это было ультрасовременно. Наш корреспондент узнал, как после реновации будет выглядеть главная пешеходная улица города. Во всех красках. Я просто хотел показать правду. Известный художник граффити нарисовал верблюда с дымящими заводами на спине. В эксклюзивном интервью «Итогом недели» автор альтернативного герба Челябинска рассказал, что он имел в виду. Чья это собака? Депутата Госдумы Андрея Барышева обвинили в том, что он присвоил чужого друга. Ты моя красавица. Кто и почему хочет разлучить депутата и собаку? Обо всем этом и не только прямо сейчас в эфире программы «Время новостей. Итоги». Меня зовут Анастасия Плотникова. Здравствуйте. И мы начинаем. Итак, черный понедельник. На этой неделе мировые рынки пережили один из худших дней в своей истории. Причиной обвал на биржах стала нефть. Она за сутки потеряла в цене почти треть стоимости. Заметно дешевле стал и рубль. Обвал рынка вследствие развернувшейся в мире ценовой войны. В ответ на выход России из соглашения ОПЕК+, арабские страны объявили, будем наращивать объемы нефтедобычи и снижать цены. Результат мы увидели в челябинских обменниках. В начале недели официальный курс был 72, но в некоторых южноурайских банках доллар продавали по неадекватно завышенной цене – 80 рублей. Я понимаю, что сегодня банкиров в этом зале нет. Но, коллеги, курс доллара с 68 рублей вырос до 71, там, с копейкой. Но мы что вчера видели в обменнике? И 75, и даже 80 видели. Господа банкиры, окститесь! Алексей Текслер упрекнул банкиров в коммерческих спекуляциях. Губернаторское негодование «Господа банкиры, окститесь!» стало фразой недели. Эмоциональной, своевременной и обсуждаемой. Впрочем, в челябинске ажиотаже на покупку валюты не наблюдалось. Во вторник наш корреспондент побывала в трех банках города. И никаких волнений. Очередей в обменнике тоже не было. Плоды и жители последствий валютной турбулентности, похоже, пока не почувствовали. Я в курсе с долгом. Здесь вся нефть упала. Я как бы не понеслал, поэтому... На вас это как-то отразилось? Нет, абсолютно нет. Живем, как живем. Дальше не расставим. Пока не шутим, дальше походим и не убавим. В Кремле падение котировок нефти и национальной валюты назвали явлением временным. А президент Владимир Путин вообще выразил надежду, что турбулентность только укрепит экономику России. Уверен абсолютно. Мы этот период пройдем. Пройдем достойно. И экономика в целом будет укрепляться. И важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. К слову, это заседание Государственной Думы стало историческим, но вовсе не из экономического заявления Путина. Первая в мире женщина-космонавт, а ныне депутат Госдумы, предложила внести в Конституцию России поправку. Снять ограничения по числу сроков для действующего президента. Позже, общаясь с журналистами, 83-летняя Валентина Терешкова отметила, что внести такое предложение ее, цитата, попросили простые люди. И она, как народный избранник, не смогла им отказать. Валентина Терешкова первая в мире женщина, которая побывала в космосе в 1963 году. На борту космического корабля «Восток» она сделала почти 50 витков вокруг Земли. И теперь новый виток в биографии прославленной космонавтки. Предложение Терешковой вместе с другими обсуждаемыми поправками в Конституцию во втором чтении приняли депутаты Государственной Думы. По правленному верить, мой коллега Леонид Клеменчук увидел, как к переменам в основном законе России отнеслись в Челябинской области. Валентина Терешкова одна из самых известных женщин в истории России. В честь нее называют улицы, а в Челябинске ее именем нарекли парк и даже возвели монумент первой женщине-космонавту. А в интернете в списке самых выдающихся женщин в истории она обгоняет Анну Ахматову и даже Екатерину Вторую. И не просто так. Сегодня Валентина Терешкова одна из самых влиятельных политиков в стране. Именно она на этой неделе предложила обнулить сроки президента. Если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Уже в соответствии с обновленной Конституцией. В тот же день в Государственной Думе Путин отвечает на предложение Терешковой вновь избираться на пост президента. Глава государства четко дает понять, закрепить такую поправку в Конституции он не против. Но при одном условии. Если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона, основного закона Конституции. Произошедшее в Государственной Думе становится поводом для многочисленных дискуссий и споров. В Челябинске резонансное заявление президента находит поддержку. Общественник Сергей Бикерман вышел на одиночный пикет в поддержку действующего президента России. Как не поддерживать? Разве можно не поддерживать президента страны Владимира Владимировича Путина? Мы живем с каждым днем все хуже. Как вы считаете? Не назрело? По-моему, назрело. Впрочем, политолог Александр Мельников считает, обнуление президентских сроков вовсе не значит, что Владимир Путин уже принял решение и дальше оставаться у власти. Решение будет зависеть от жителей страны, от того общественного запроса, который будет. Если в каких-то исключительных ситуациях будет действительно общественный запрос на строй большинства населения на то, чтобы Путин продолжил дальше работу, тогда этот вопрос только и встанет. Законодательное собрание Челябинской области. Региональные парламентарии рассматривают поправки в Конституцию. Их больше ста. Среди них не только обнуление президентских сроков. Есть поправки о ежегодной индексации пенсии. Кроме того, в Конституции закрепят предложение о том, что минимальная оплата труда должна быть не ниже прожиточного минимума. Любые изменения в Конституцию будут приняты только с обновлением людей. Это настоящие важнейшие события в политическом, в общем национальном назначении. Народным избранникам предлагают проголосовать за поправки в Конституцию. Из 52 парламентариев 48 выступают за. Депутат Анатолий Брагин самый важный считает поправку о заработной плате россиян. Она является, по сути дела, гарантией о том, что минимальная заработная плата не должна быть ниже прожиточного минимума. К сожалению, мы не избавились от такого явления, как бедность в нашей стране. Поэтому я поддерживаю ее. Четыре депутата от фракции КПРФ воздержались от голосования. Мы поддерживаем ту часть социальную, которая была внесена в эти поправки, в эту Конституцию. Но при этом мы не можем поддержать ряд политических решений, которые были внесены. В том числе и в первую очередь, это, конечно, обнуление сроков президента. Чтобы отправить поправки на всенародное голосование, их должны поддержать областные парламенты страны. Впрочем, пока в депутатских корпусах идут споры. Обычные жители Челябинска об изменениях Конституции знают поверхностно. Я знаю, что их больше ста. Я видел в интернете. Но это же не значит, что оно донесено до народа. Я слышала, что поправки готовятся, но что и как не интересовалось даже. Не знаю. Так, по телевизору слышу. А можете их назвать? Нет. А почему? Ну, не очень внимательно относился. Ну, про парламент и про президента больше ничего не знаю. Тем не менее, нужны поправки в Конституции России или нет, решать придется все-таки жителям России. Всенародное голосование пройдет 22 апреля. Леонид Клеменчук, Виталий Пастухов, Андрей Федотов. ОТВ. ВОЗ и ныне там. На этой неделе во Всемирной организации здравоохранения сделали громкое заявление. Распространение коронавируса является не эпидемией с многочисленными очагами, а пандемией. Эксперты предупредили, что неправильное использование и толкование термина пандемия может привести к неоправданным страхам людей. Ну что ж, заглянем в толковый словарь Ожегова. Пандемия – повальная эпидемия, охватывающая население целой области, страны или ряда стран. Правильное толкование оптимизма не прибавляет, но только не жителям Челябинской области. На этой неделе в розыск объявлено бесстрашный косметолог из МИАСа. Женщина только-только вернулась из путешествия по Италии. Летела одним бортом с зараженным коронавирусом мужчиной. Но по прилету наотрез отказалась сдавать анализы. Теперь скрывается от врачей и полиции. Суд постановил госпитализировать принудительно. Но где находится беглянка, не знает даже родная мама. Валентина Алексеевна, здравствуйте. Это врач участковый. Лариса Владимировна дома? Нет. Так и не появлялась. Она говорит об ущемлении ее прав. Об ее ответственности как гражданина у нас всегда забывают. Люди только помнят о своих правах. То, что ситуация сейчас слышу про пандемию уже говорят, карантинные мероприятия только спасают в этом случае. Поэтому всем надо относиться ответственно. То, что нет симптомов, не говорит о том, что она не носитель этого вируса. Врачи говорят, сейчас, когда эпидемия официально признана пандемией, профилактика – единственный способ не допустить распространения заморской инфекции. В России пока подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие живы и проходят лечение. Но меры профилактики, в том числе и в Челябинской области, где нет ни одного заболевшего, все равно решено усилить. Мало ли что. Все усиления дезинфекционного режима, все мероприятия массовые, которые у нас запланированы, культурные массовые мероприятия, спортивные мероприятия, пожалуйста, на свежем воздухе, но в закрытых помещениях без зрителей. В Челябинске отменили концерт «Крымская весна». В больницах на всякий случай анализы на коронавирус начали брать у пациентов с диагнозом пневмония. А в региональном правительстве объявили «месячник чистых рук». Во время совещаний на чиновничьих столах заботливо расставили баночки с антисептиком. Не по правилам Геральдики у Челябинска появился альтернативный герб. Нарисовал его граффити-дизайнер Тимур Абдулаев, больше известный как художник Бразил. Журналисты называют его челябинским «бэнкси». Так вот, герб в исполнении челябинского «бэнкси» получился крайне неоднозначным. Да, тот же самый верблюд, но на спине вместо горбов у него город с дымящими трубами заводов, льющимся из мартенов металлом и дороги с многочисленными автомобилями. Многие увидели в этом рисунке экологический подтекст. Тайный смысл мы узнали у автора альтернативного герба Челябинска. Что он имел в виду на самом деле? Тимур, на твой взгляд, граффити – это прежде всего филигранность исполнения или в нем важен смысл? Ну, для меня лично граффити – это… ну, или граффити, как вы хотите выразиться. Это, главное, рисунок, выполненный баллончиками. Но, конечно, желательно, чтобы был смысл в рисунке. А какой смысл вот в этом рисунке? Здесь просто показывает, ну, как бы наш город, вся правда о нашем городе, символ его, это история, верблюд, ну, и промышленное, как бы, значение нашего города. А экологическую повестку ты вкладывал, когда вот разрабатывал эскиз этого рисунка? Ну, в любом случае, конечно, небольшой думок, он, как бы, обозначает, что все-таки присутствуют вопросы такой негативной экологии в нашем обществе. Но тут никакой формы протеста я не хотел изъявить. Я просто хотел показать правду, как бы, чтобы люди знали, ну, и, в принципе, гордились, что у нас есть такая сильная промышленность, такие большие градообразующие предприятия, ну, не только в Челябинске, в области. То есть промышленность – это, в твоем понимании, больше повод для гордости? Ну, конечно, это же вообще, это вся история нашего Южного Урала, она создана на промышленности, и, как бы, отрицать это, и как-то воспрепятствовать развитию, ну, это, как бы, плохо. Ну, главное – делать в будущем все экологично, более продуманно, рассчитанно на года вперед, чтобы нашим детям и внукам оставалась, как бы, чистая земля и хотя бы немножко природных ресурсов. Еще вот к этому рисунку его уже называют в социальных сетях альтернативным гербом Челябинска. Ты с этим согласен? Ну, да, можно, конечно, изобразить это в нашем гербе, когда так же, как и Конституцию меняют, можно и, как бы, и графическое изображение попробовать в нашего Челябинска, добавить просто новых особенностей нашего города. Ну, вот это, заводы и, как бы, промышленность. Сам верблюд-то взят из торгового пути, из какого-то перевалочного пункта, а тут, ну, сейчас совсем другой уже город у нас. В этом рисунке ярко подчеркнута экологическая тематика. А какие вот еще, может быть, политические, социальные явления вдохновляют тебя, как художника, на подобные работы? Меня вообще особо политика не волнует. Как бы, я просто рисую, украшаю. То есть, тут нет никакого позыва, просто смотрите, наблюдайте. Ищите для себя собственный смысл в этой картинке. Кому-то просто нравится, кто-то увидел радостного верблюда, кто-то, блин, жалуется, что мало дыма, кто-то, блин, вообще не любит этого, ну, символа нашего города. То есть, каждый, люди по-разному относятся к рисунку, как бы, ну, а история-то у нас одна, и, как бы, судьба у нас совместная в Челябинской области. Так что, давайте вместе делать просто город чище и ярче, по возможности. Ну, а между тем, на этой неделе на Челябинском металлургическом заводе, чья дымящая труба изображена на рисунке Бразила, объявили о снижении выбросов. Судя по заявлению на ЧМК, обновили оборудование, и теперь дымить предприятие будет меньше, более чем на 100 тонн. На заводе подытоживают проделанную работу, ремонт доменной печи, замена конвертера, установка трехступенчатой системы газоочистки. Теперь она не просто герметична, она исключает даже малейшую возможность попадания продуктов горения в атмосферу. С 2013 года наша компания не проводила таких масштабных инвестиций в реконструкцию нашего производства. Суммарно мы потратили на эти два мероприятия около 4,5 миллиардов рублей. Церемония запуска нового оборудования на ЧМК. Для ВИП-гостей, среди которых полпредпрезидента на Урале Николай Цуканов и губернатор Алексей Текслер, постелили не красную, а зеленую ковровую дорожку. Как намек, завод взял курс на экологичность. Но ВИП-ы намеков не поняли. Попросили предъявить реальный результат работы. Безусловно, люди должны почувствовать улучшение экологической ситуации в городе. Это самая главная задача. Но это только начало пути. Я думаю, этому предприятию и другим предприятиям Челябинской области, Челябинска, Монтогорска, необходимо будет вкладывать деньги в экологический проект. Во время торжественной церемонии запуска над гостями чистое голубое небо. Но Алексей Текслер знает, где-то за цехами работает знаменитая труба с рыжим дымом. Рыжий дым идет из этого цеха, в основном из этой печи, где газоочистка, скажем так, еще предыдущего поколения. И задача стоит существенно изменить подход, сделать новую газоочистку и раз и навсегда ликвидировать проблему рыжего газа, который сегодня является резонансным со всех точек зрения. С резонансным вопросом на заводе обещают разобраться. Работы предстоит много. Впереди реализация нескольких экологических программ. Публичная казнь малого бизнеса. На глазах жителей на Челябинской Кировке начался карательный снос киосков. Под маховик ларечных репрессий попали павильоны с шаурмой, сосисками на палочке и швейцарскими часами. Как говорят городские власти, ларьки и неприглядное наследие 90-х в светлом будущем Челябинского Арбата им не место. Приговор снести нельзя помиловать. На этой неделе на месте безвременно почившего кто-то заботливо установил траурную инсталляцию, фото снесенного павильона, перевязанное черной лентой, поставил стакан водки и положил две засухшие гвоздики. В последний путь моя коллега Ольга Гаврилюк попыталась понять, удастся ли вместе с киосками похоронить неблагоустроенное прошлое пешеходной Кировки. Памятник снесенному киоску словно символ нового времени. На пешеходной Кировке идет карательный снос ларьков. Торговцы понимают, надо срочно спасать товар и закрывают лавочки на клюшке. На этой неделе перестали работать круглосуточные чебуречные, а от каких-то павильонов и вовсе осталось лишь бетонное крошево. Уже сейчас на Кировке не увидеть летников ресторанов, магазина швейцарских часов и пары-тройки стритфудов. Демонтаж главной улицы города идет вовсю, чтобы к саммитам шоссе Брикс. Пешеходная зона полностью повторяла концепцию, предложенную еще 20 лет назад. То есть здесь будут стоять только лавочки с прессой и сувенирная продукция. Карательные меры предложили городские чиновники. В одном из интервью главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов заявил, лальконаследие 90-х решено снести под ноль, а на их месте высадить деревья, как в садах Европы. Пока речь не идет о большом благоустройстве, но мы наводим порядок. Анализируем зеленые насаждения, добавляем озеленение, проводим санобработку деревьев. Также производим демонтаж незаконных временных объектов. История Челябинской Кировки началась в 2004 году. Тогда на небольшой бюджет и в кратчайшие сроки, в два с половиной года через терник звездам, Вячеслав Тарасов сделал невозможное. Вместо проезжей части построил почти один километр пешеходной зоны. Сотрудница Госархива Галина Кибиткина держит в руках выпуск вечернего Челябинска от 7 сентября 2004 года с большой статьей об открытии Кировки. Еще в конце 90-х годов он впервые заговорил об этом. Но тогда нашего гранатчайника не хотели поддержать ни городские, ни областные власти. Да и стоимость проекта внушала сомнения. Но мэр проявил завидную настойчивость. Благодаря мэрской находчивости в центре Челябинска появилось каслинское литье, скульптуры и одна лавка с видуя на вынос. Так выглядела Кировка в 2004-м. Он молодец. Он отдал предпочтение в первую очередь, чтобы пешеходы могли гулять, наслаждаться. У нас много лавочек. Это тоже замечательно. И каждая фигурка, которая у нас там находится, связана с глубокой историей. Вот все очень любят вот этих верблюдов. Уголочек вот здесь вот тоже, бульвар Славы и пешеходные улицы. А там действительно были верблюды. Вот все это досконально исторически оправдано. Но спустя несколько лет, в 2010-м, пешеходную зону освоил малый бизнес. Появилась новая торговая Кировка. Серка, отделка фасадов зданий и кричащими вывесками. Впрочем, челябинский предприниматель Денис Ни считает, убирать киоски не нужно. Лучше дать им вторую жизнь. Тем же ларькам с кофе и чебуречным он изменил бы лишь дизайн. Его рецепт идеальной пешеходной зоны – это добавить щепотку хай-тека, каплю модерна и немного китча. То есть максимально яркие краски и разные фактуры фасадов. А вот подобные решения, я даже не могу назвать это эклектикой, и просто они обладают определенным функционалом, но не производят абсолютно никакого впечатления, конечно, я бы заменил. Ну, то есть убрать? Ну, как минимум поменять. Не убрать, наверное, а поменять. Может быть, поменять это на безымпасное остекление, какое-то джамбо-стекло, чтобы, опять же, это было вау. Чтобы это, например, если это не классика, чтобы это было ультрасовременно. Помимо внешнего облика общепитов, которые должны идти в ногу с 21 веком, неплохо, по мнению Дениса Нит, добавить и, так сказать, фестивальности. Кранавалы, музыку и арт-объекты поярче, пожалуйста. Можно здесь поставить яркий, современный, как это делается во всем мире, красивый футрак. Точку общепита на колеса. Человек зашел на улицу, прошел по Кировке, вышел и сказал, ну, я просто потрясен. Просто вау. Жители региона тоже не прочь поменять внешний вид центральной улицы. Я бы, например, брала бы это кафе, а села бы детскую площадку, как, допустим, в Архангельске, на чумбаре Лучинского. Мне нравятся скульптуры, очень нравится, ну, вот, то, что здесь интересно представлено и реальные. То есть, я так понимаю, это не только скульптуры, это реально карета, реально бочка, которая была здорово. Мне это очень понравилось. Ну, ларьки надо убирать. Я бы добавила больше, наверное, озеленения. Я бы добавила акации. Акации? Да, это было бы вообще круто. Акации – это замечательная идея. Ставила немножечко ларечков в кофе. Ну, что, мы же любим прогуливаться, пить кофе. А ведь за 10 лет выросло целое поколение, которое и не подозревало, каким красивым может быть незакрытый киосками памятник добровольцам-танкистам и аллея, ведущая к вечному огню. Сейчас такой шанс у молодежи появился. Осталось лишь дождаться лета, когда реновацию на Кировке закончат. А снесенный киоск на пешеходной улице так и останется только на фото с черной траурной лентой. Ольга Гаврилюк, Максим Лисовский, ОТВ. Сейчас короткая пауза. Во второй части программы «Время новостей и итоги». Поговорим о любви. Любви депутата и собаки. Почему народный избранник не хочет возвращать найденного пса хозяевам? О любви на высшем уровне рейтинг политиков-сердцеедов по версии телеграм-канала «Секси Губер». И о тех, кто любит ушами, нравится ли меломанам перевоплощение камерного. Оркестр симфонический. Сразу после рекламы все обсудим. Оставайтесь на ОТВ. Ну вот реклама закончилась. Это время новостей и итоги. А это сердцееды от власти. Самые романтичные губернаторы России. На уходящей неделе авторы околополитического телеграм-канала «Секси Губер» измерили количество эндорфинов, вызванных губернаторскими поздравлениями с 8 марта. Третье место в рейтинге женского обожания у губернатора «Воронежская». Временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев прочитал женщинам своего региона стихи Константина Бальмонта «Женщина с нами, когда мы рождаемся». Это же произведение, кстати, два года назад читал президент Путин. Не оригинально, но, судя по всему, дамам Севастополя все равно понравилось. В битве за право огонь соучастия. Женщина музыка, женщина свет. Ну и лидер гонки женского обожания – мурлыкающий слова любви Алексея Текслер. Он признан самым романтичным губернатором России. Перед словами его поздравления не смогли устоять больше 40% голосовавших. Ты наполняешь мою жизнь смыслом. Я люблю тебя. Дорогие, милые женщины, я очень хочу, чтобы мужчины говорили вам эти слова каждый день. Ну что ж, народная любовь складывается в том числе и из любви женской. Соблазняй и властвуй у дачники. Особенно если учесть, что большая часть жителей Челябинской области – прекрасные дамы. Еще о политике и любви к собакам. Жительница поселка Брадокалмак обвинила депутата Государственной думы в том, что тот присвоил ее пса – мраморного спаниеля по кличке Джек. Осенью Джек пропал. Оказалось, что нашел его депутат Госдумы Андрей Барышев. Привел домой, назвал Бимом и полюбил. Когда прежние хозяева потребовали вернуть собаку, депутат понял – привязанность слишком сильная. Расставание будет невыносимым. И отказался. Судьба спаниеля Джека. Мой коллега Владислав Чухров о новой собачьей жизни в депутатском доме. Вот он на охоте. Вот его охота. А здесь с ребенком и мужем. Жительница села Брадокалмак Светлана Козлова показывает нам фотографии своего пса Джека. Быстрый, ловкий, почти невидимый в снегу спаниель часто бывал на охоте. Умело загонял дичь. А вот с домашними питомцами дружил. Да и семью, говорят, любил. С нашим котом они дружили, наоборот. Вот фотографии, если они в обнимку, всегда ходили вместе. Они росли вместе дома. Вот так, особо. Не знаю, никуда не уходил. Он всегда вот за нами, рядом с нами. Но в ноябре прошлого года Джек пропал. Он часто бегал по двору и на привязи сидел редко. Охотникам, говорят, воля нужна. Когда Светлана пришла домой и не увидела спаниеля, сразу написала объявление о пропаже. Потерялся спаниель. Мраморный, белый с черным. Может, кто-то видел или приютил? Неужели никто не видел? Значит, кто-то увелся. Охотники. Верните, пожалуйста. Пес нашелся, но в марте. И не в Бродокалмаке, а почти за 80 километров от дома. Брат хозяйки случайно увидел пса за забором в одном из домов поселка Каштаг. Сфотографировал и отправил с ним к Светлане. Она сразу узнала Джека. Иди сюда, иди сюда. Показалось, спаниель теперь живет у депутата Государственной Думы Андрея Барышева. И зовут его теперь не Джек, а Бим. В ноябре народный избранник проезжал в районе поселка, где раньше жил пес. И увидел окровавленного спаниеля на дороге. По всей видимости, его сбила машина. Депутат подобрал пса, отвез в клинику, выходил и приютил у себя дома. Очень долго еще и лечились. Там был отит, был лучной тлещ, там, значит, листы лечили, там прививки делали. Но сейчас все уже, все позади. Теперь хозяйка Джека, а ныне Бима, хочет вернуть любимца домой. По ушастому спаниелю соскучилась вся семья. В этом доме у Джека был собственный дом, вот такая конура. Здесь он ночевал, иногда его наказывали, садили на цепь. Здесь у него есть даже своя собственная подружка, Ума. Теперь у Бима новый друг, Буч. Не чистокровный, но тоже спаниель. Вместе с ним и новым хозяином-депутатом они весело проводят время в лесу. И отдавать Кудрявого обратно Андрей Барышев не хочет. Уж слишком сильно он полюбил Бима. Пусть приезжают в гости, смотрят на него. Мы предлагаем им найти какие-то компромиссные условия, чтобы ко всеобщему удовольствию отдать. Сами понимаете, для меня это просто член семьи и уже как ребенок. Бывшим хозяевам спаниеля депутат предлагал купить нового щенка. Готов даже дать им на это 25 тысяч рублей. Но они отказываются. Им нужен именно Бим, то есть Джек. Ждут его дома даже соседские внуки. Внуки приезжают у нас, а внуки в Копейске живут. Приезжают оттуда и всегда интересуются. Где же собака Джек? Я говорю, так потерялся он. Им так жалко. И вот до сих пор они ездят, спрашивают, где эта собака. А тит и ушной клещ – обычное дело для охотника, считают бывшие хозяева. К тому же все необходимые прививки Джеку ставили. И паспорт на него имеется. И записи у ветеринара есть. И каждый год их сюда руку. Они сами даже приходили. Муж ее сюда руку приходил, чтобы ставить вовремя. У нас хотя и записи есть, у меня есть записи. Без Джека Козловы живут уже 5 месяцев. И скоро они могут потерять право собственности на пса. Ведь по закону заявить свои права на утерянных животных хозяева могут в течение полугода. Сейчас же Андрей Барышев хочет встретиться с семьей. Обсудить сумму компенсации. Ведь расставаться со своим Бимом он не намерен. Вот умница моя, умница такая, да. Ну, да, да. Ты мой красавец, ну. Между тем, интернет-пользователи предлагают посадить спаниеля с двойным именем на середину дороги. А депутату Барышеву и Козловым встать по краям. Одни будут звать его Джеком, другой Бимом. Кого выберет собачье сердце, тот и хозяин. Владислав Чухров, Антон Щербинин, ОТВ. Продолжим время новостей из социальных сетей. И снова слово Владиславу Чухрову. Автор нашей постоянной рубрики подготовил подборку самых обсуждаемых тем уходящих 7 дней в эфире Чухров Ньюс. Итак, новость из-за бугра. В армии Финляндии мужчинам и женщинам предложили жить в общих казармах. Но душевые комнаты и уборные по-прежнему будут раздельными. Эксперимент будет проходить с мая этого года. Участие в нем добровольное. Может, и у нас такой экспериментик проведут? У-у-у! Прямо бинго! В Петербурге пытаются предотвратить распространение коронавируса. Маску надели даже на известного чижика-пыжика. А вдруг заболеет, мало ли. Что такое, дорогой? Птичку жалко. Говорят, кстати, маски не помогают. Но российские бабушки придумали реальное средство от этой заразы. Называется обкуривание. Вот таким образом. Три раза вправо, три раза влево, вниз-вверх, вниз-вверх. Коронавирус больше к нам не придет. Мы оградились обкуривание нашу страну, нашу Россию. В Челябинске прошел пикет против мультфильма с ЛГБТ-персонажем. Акцию протеста инициировали активисты и сторонники партии Родина. Они считают, что создатели пытаются представить однополые отношения как нормальное явление. Несмотря на возрастной ценз мультфильма 6+. Список челябинских должников по коммуналке выставили на всеобщее обозрение. Реклама с фамилиями крутится на экране. Теперь горожане любуются списком квартир, чьи владельцы задолжали за коммуналку большие суммы. Интересно, это вообще законно? Это какой-то позор. В Челябинской области родился малыш с редким весом. Почти 5,5 килограммов. Богатырь. Часто, кстати, новорожденные с большим весом страдают разными заболеваниями. А этот, как говорят врачи, абсолютно здоров. Его вместе с мамой уже выписали из роддома. Да пребудет с тобой сила. Он всегда. Южноуральские коммунисты отказались голосовать за поправки в конституцию. За внесение изменений на внеплановом заседании недавно голосовали депутаты Заксобрания области. По итогам 48 человек выступили за поправки в конституцию, а 4 коммуниста воздержались. Нидерландцев удивило обилие еды в Челябинске. Два молодых человека недавно побывали в нашем городе. И кроме еды их удивили наши поля и леса, цифры на светофорах, отсутствие электромобилей, большое количество магазинов, но небольшой выбор цветов. Надо бы исправиться, товарищи. Хватит это терпеть! Кстати, в Челябинске стартует операция «Чистое небо». Это второй этап переноса проводов под землю. В надежное хранилище переведут 500 километров воздушных линий. Давно бы уже пора это сделать. И я! И я! И я! И я! И я! Немного о прибыльном бизнесе. Предприимчивый челябинец на сайте объявлений продает 5 10-рублевых купюр за 1 миллион рублей. Если сложить эти десятки вместе, то получится имя Константин. Спросите, зачем он их собирал? Чтобы разбогатеть за счет какого-нибудь кости. Нахал! Безобразие! Возмуцительный факт. Новость от зрителя. Сегодня свое видео нам прислала девушка Инна. Смотрим. Жители города Челябинска решили почтить память. Ларька. Неизвестно установили фотографию с траурной лентой, свечу и даже букетик цветов. Надеюсь, и похоронят они его тоже с почтями. И на этом у нас все. Присылайте свои новости, светитесь на нашем канале и становитесь звездами. До встречи, мои дорогие. Впереди короткий рекламный блог. Сразу после эксклюзивный репортаж с репетицией оркестра, появление которого стало главным музыкальным событием года. Оставайтесь на ЛТВ, будет интересно. Это время новостей и итоги. Мы снова в эфире. Доигрались. Создание Челябинского симфонического оркестра назвали главным музыкальным событием года. Статус присвоен Национальной газетой и музыкальное обозрение. Это одно из самых авторитетных изданий страны об академической музыке. Выбор редакции понятен о том, что это не местечковое событие федерального значения. Говорит тот факт, что за последние пять лет в России закрыли три оркестра, а создали только один – Челябинский. И создали его на базе камерного оркестра под руководством Адика Абдурахманова. Если в прежнем статусе и маленьком составе он звучал так… То в статусе симфонического зазвучал совсем по-другому. Музыка их связала. Моя коллега Марьяна Лысенко встретилась с музыкантами нового Челябинского симфонического и попыталась понять, что поменялось в жизни оркестра после присвоения нового статуса. Третью симфонию Брамса скрипки и кларнеты осваивают в два счета. Замахнуться на Бетховена и Чайковского под силу уже бывшей камерной классики. Ведь теперь Южноуральский оркестр под руководством Адика Абдурахманова носит статус симфонического. Адика Аскарович, как изменилась жизнь бывшего уже камерного оркестра со статусом симфонического? Это небо и земля. Первое, что, во-первых, она стала намного насыщеннее. Во-вторых, более интенсивная жизнь началась, потому что программа намного сложнее и намного интереснее. Мы уже в этом сезоне, например, играем все симфонии Брамса. Мы никогда даже мечтать об этом не могли. А вот костяк бывшего камерного остался прежним. Но к 24 музыкантам добавилось еще 38 инструменталистов со всех уголков страны. И набор продолжается до сих пор. Выпускница Екатеринбургской консерватории тромбонистка Анастасия Никитина в числе первых принятых в оркестр. Музыкальная карьера Анастасии началась с камерных оркестров Екатеринбурга. В симфонический попала через открытый конкурс. Кстати, Анастасия – единственная девушка-тромбонист в коллективе. А выдувает ноту духовик на новом инструменте, стоимость которого порядка 400 тысяч рублей. Это тянер-тромбон. Компания Бах выпускает 42-я модель. Звучит очень приятно, бархатно, звонко. Ну, зависит от регистров и вообще произведений. Челябинский симфонический оркестр начал первые ноты своей музыкальной карьеры уже на обновленных инструментах. Поменялись деревянные и медные духовые, а также ударные. Единственный раритет на сцене – это струнные. Вот этой скрипке более 200 лет, а стоимость свыше 1 миллиона рублей. Такой пожилой инструмент – настоящая изюминка звучания оркестра. Музыканты и их раритеты уживаются в одной небольшой гримерке. На двух инструменталистов приходится один шкаф. Убранство небогатое, напоминает спортивную раздевалку. Но с графиком по 6 концертов в месяц большего и не надо. Ведь основное время музыканты проводят за репетициями. Раз, два, три, четыре. Раз, два. О! О! Сейчас, стоп. Появление симфонического в Челябинске ждали аж с 1960 года. Авторитетная газета «Музыкальное обозрение» назвала создание оркестра главным музыкальным событием года. А старый друг бывшей классики Денис Мацуев и вовсе назвал это новой вехой творческой жизни в Челябинске. Это событие всероссийского масштаба, потому что наконец-то в Челябинске появился симфонический оркестр. И теперь на нашем фестивале мы никого не будем приглашать из других оркестров. Нам не нужны они. Потому что здесь есть свой оркестр, с которым можно делать любые программы. Впрочем, о том, что в Челябинске произошла музыкальная революция, на улицах города не знают. А скажите, а у нас есть в городе симфонические оркестры? Камерный знаю, точно есть. А где он? На Алом поле. А вот то, что сзади вас? Наверное, тоже какое-то оркестр. Да, у нас нет, у нас изданий таких нет. Симфонический есть у нас. Скрипка, называется классика, симфонический оркестр классика. По-моему, нет. Камерный. Камерный, это, по-моему, где орган там. А у нас есть в городе симфонический оркестр? Конечно, есть. Кто не знает об этом. Замечательный симфонический оркестр. А не скажете, почему руководство? Адик Абдрахманов. В итоге всего двое из пяти опрошенных рассказали об оркестре. Но такое положение дел артисты намерены исправить. Готовят новую концертную программу «Дни мальтийской культуры». Ее планируют презентовать в октябре. Музыканты говорят, классика должна стать ближе и понятнее челябинцам. Когда в концертных залах будет аншлаг, а в плейлистах горожан появится Моцарт и Вивальди, это и станет главным музыкальным событием года. И напоследок, эта неделя была непростой. Но несмотря на войны нефтяных цен, нестабильность на финансовом рынке, разгул коронавируса, жители Челябинской области неизменно верят в хорошие приметы. На этой неделе, например, в Челябинском зоопарке после спячки раньше обычного проснулся бурый медведь. И это хорошая примета. Весна будет дружной и ранней. Приметы нового времени представители разных профессий Челябинска рассказали итогом недели, в какие хорошие приметы верят, несмотря ни на что. Если первый покупатель будет мужчина, если он сразу берет покупку, в принципе, не только мужчина, а вообще любой покупатель, если берет покупку легко, то, соответственно, день будет легкий. Считается, если артист в театре нашел гвоздь, то это кроли новый. Совершенно недавно, буквально где-то, наверное, в декабре месяц, прихожу на спектакль, стол чистый, лежит гвоздь, огромный золотой гвоздь. Через месяц выдают роль, роль ведьмы. Есть предметы левосторонней жизни, то есть в день экзамена ты начинаешь жизнь с левой стороны. Ты начинаешь скрывать с левой ноги, делаешь все левой рукой, идешь в аудиториатуру с левой ноги, стучишь по столу три раза, и левой рукой тянешься за билетом. Потому что сердце лежит с левой стороны, и сердце-то знает, что такой будет удачный билет. Примета – это какая-то устоявшаяся закономерность. Ну, вот я как врач могу сказать, что есть хорошая примета проходить для спонсоризации. Ну, и еще одна примета – на злобу дня. Нефть падает, жди подорожание бензина. Эксперты Независимого топливного союза спрогнозировали, из-за нестабильности на рынке валюты в ближайший месяц стоимость 92-го и 95-го увеличится как минимум на 5%. Эту тему обсудим в следующем выпуске. Ну, а у меня на этом все. Вы смотрели время новостей и итоги. Меня зовут Анастасия Плотникова. Увидимся в следующую субботу на ОТВ. Хороших выходных! Анастасия Плотникова.